Итак, мы создали что-то более-менее объемное, раскидали культуры, народы, распределили климатические зоны, все как нужно. Что дальше? А дальше идет наполнение этого мира разумной активностью, создание государств, каких-либо племен, отдельных личностей, религиозных организаций и шаманов в лесах. То, чем непосредственно будут заниматься разумные существа у вас в мире. И на самом деле эта тема весьма и весьма сложна, поэтому ей мы посвятим еще не один ролик. И давайте начнем сейчас. Всем привет, усаживайтесь поудобнее и готовьтесь творить. Начнем разговор с того, чем нужно заняться в первую очередь, а именно о государствах. Давайте не будем играть в сверхразума и пытаться детально проработать каждое государство, которое есть у вас на карте. Для начала возьмите что-то одно. Подумайте, где будет проходить ваш ваншот или ваша кампания в ДНД, или вероятно, где будет разворачиваться действие истории, которую вы пишете. Буду рассказывать на своем примере, так как уже прошел этот путь. Когда я только сел с серьезным намерением создать что-то свое, немного подимиургничать, я уже знал, что Сеттинг должен был быть где-то в конце 19-го, начале 20-го века. А обстановка вокруг должна была быть похожа на Францию во времен ее крупнейших социальных потрясений. Становление парижской коммуны и прочее, прочее. Не нужно сразу лезть в историю своего государства и придумывать от каких племен оно произошло и что привело к их объединению. Это все придет со временем, а если вы начнете делать это с самого начала, то наверняка сами будете путаться в том, что придумали. Возьмите какую-нибудь основу, что-то существующее в реальном мире и измените это под ваш мир, под реалии вашего лора. Продумайте пару каких-нибудь центрально образующих персонажей, которые будут, как пример, отражать две разные стороны одного государства. Так, когда я только начинал писать «Три шага до истины», такими разграничителями персонажами были лорд Готио Эрен де Марсо с участниками так называемого Ордена, представляющими высший свет страны. И, соответственно, когда история крутилась вокруг книг, читатель встречал лоск и роскошь высшего общества, их порядки и правила, то, по каким законам оно живет. Вторыми же была подпольная организация революционеров во главе с Эхеном Делажем, которые презентовали читателю нижний мир, мир рабочих, мир бездомных и обездоленных. Читатель видел грязь и преступность. Во втором проекте, над которым еще ведется работа, я показал читателям религиозное сословие и военное. Сконцентрируйте свое внимание не столько на экономике и политике государства, сколько на том, чем оно отличается от остальных, на вайбе этого государства. Например, та же Теврия, о которой я так долго рассказывал, страна серьезного расслоения, постоянных волнений и жесткого религиозного контроля. А северный Нортьяр из того же мира представляет из себя милитаристское государство, где нет особого расслоения, но присутствует сильнейший диктат со стороны государства. Конечно, в будущем у ваших государств появится куда больше отличительных и запоминающихся черт, но на начальном этапе хватит и пары особенностей, чтобы игроки или читатели понимали, где они находятся и как себя здесь следует вести. Если мы говорим про ДНД и игроков в частности, то подумайте, как они будут чувствовать себя в этом государстве. Если они будут в высшем обществе, то какие для них будут существовать правила и ограничения, или их не будет вовсе. А если они будут в низах? А если они из другой части света, подвергнутся ли они расизму со стороны населения и государства? Подумайте и о том, насколько оно влиятельно. Огромная ли это колониальная империя, раскинувшая свои границы на половину континента и близлежащие к нему острова, или захудалое королевство на бедных землях, чей правитель и на правителя-то не похож? А может это и вовсе кочевое государство, уничтожающее и грабющее соседей, объединившее племена в одну большую орду? Или республика с продажными политиками? А может это рабочее государство с серпом и магическим посохом на флаге? От того, какая форма правления у этого государства, как ситуация обстоит с землями, на которых оно расположено, и будет проистекать то, какие порядки здесь царят, и как легко жить в этом государстве. Поэтому, если вы садите государство на клочок островов и говорите, что оно великое-превеликое, постарайтесь объяснить, за счет чего оно таковым стало. Да, в истории есть представители островных государств, что были гегемонами в свое время. Англия и Япония тому четкое доказательство. Однако у их величия были первопричины, так подумайте, какие первопричины у вашего государства. Если у этого государства есть религия, то подумайте над тем, что это за религия, какие корни она имеет, народная ли она, как синтоизм в Японии, или религия, насаженная сверху, как большая часть монотеистических религий, или это государство атеистическое. Религия, если мы говорим про средние века, неотъемлемая часть жизни и способ познания мира. Поэтому, когда вы продумываете религиозные культы, церкви и прочие штуки, постарайтесь вплести это в жизнь простого людо в той степени, в которой эта религия влияет на него. Например, если у вас монотеистическая религия или религия с небольшим пантеоном, которая стала по какой-то причине доминирующей на определенной части территории, то наверняка именно религиозные институты занимаются образованием и влиянием на мировоззрение простых мирян на государственном уровне. Религиозные лица первой важности – такая же неотъемлемая часть государственного механизма, как и бюрократы-министры с королями и их советниками. Если ваша религия – это язычество всех форм и расцветок, анимизм или шаманизм, то скорее всего у вас нетипичное государство, вроде кочевой орды или раздробленного народа, а то и вовсе племена. Так или иначе, духовенство здесь все так же приближено к властной верхушке, однако будет лишено жесткой организационной структуры, вроде общего священного писания, богословия и прочего-прочего. Религии такого типа строятся на мифах и пересказах, на памяти поколений, которые при определенных условиях несложно поменять, в отличие от многотомных талмудов, оформившихся религий. Подумайте и о техническом развитии государства, передавая ли это страна или страна на задворках мира, которая только-только вчера изобрела колесо. В зависимости от этого вы сможете определить, с какими опасностями, например, и при каких условиях столкнутся игроки. Если это цивилизованное и высокоразвитое общество с развитыми технологиями и политическими институтами, то вряд ли кабацкая пересаделка в центре города останется без внимания стража. Вряд ли персонажам позволят расхаживать по городу с оружием наперевес, а посреди площади на них совершат вероломное нападение отряд недоброжелателей. В то же время, наверняка, если в городе есть те, кто точит зуб на героевых, попытаются подловить в ночном переулке, отравить их вино, перерезать глотку. В то же время, если игроки попадут в город бедного захудалого государства, где единственный властный институт это тот, у кого палка побольше, а судебная система это суды линча, то нападение на героев посреди города или пальба в захудалом трактире – естественная вещь. Проработайте социально-политическую ситуацию в стране. Каково доверие к власти у граждан? А к духовенству? Может у него проблемы с военными? Помните, что может возникнуть такая ситуация, что один из столбов власти может вызывать доверие у граждан, а другой его подрывать. Так может случиться, что люди любят и доверяют своему королю, а вот пришлому религиозному культу или продажному духовенству, что узурпировала власть – нет. Или наоборот, люди уважают своих священников и свято чтят их заповеди, но короля, что пришел к власти максимально подлым путем и пытается пересадить граждан на новую религию, ненавидят. Это те вещи, о которых нужно подумать в первую очередь. В будущем, когда ваши игроки будут двигаться по миру и узнавать о нем, вы можете начать подробнее прорабатывать и другие государства. Конечно, не стоит создавать одно единственное государство в вакууме. Подумайте парочку соседей на уровне пары-тройки отличительных особенностей. Допустим, есть у нас большая и могучая империя. Кто может находиться по соседству? Допустим, где-то на востоке живут кочевые племена, о которых в этом государстве знают только то, что они есть, и они грабят приграничные деревни. Где-то на севере есть захудалое королевство, которое вот-вот войдет в состав империи, потому что его король слабоволен, а дочь в ближайшие месяцы выйдет за императора замуж. Что с югом? Там обитаются странные племена, они воюют друг с другом, и империи до них никакого дела нет, так как земля их бедна. Однако с недавнего времени племена стали собирать силы и объединяться, что обратило внимание легионов империи на юг. Это важно продумать, потому что игроки вполне обоснованно могут интересоваться геополитической обстановкой в вашем мире, и хотя бы какую-то информацию им необходимо дать. Итак, все это важные вещи, без которых вы не сможете проработать государство в полной мере. А теперь давайте поговорим о том, что может вас отвлекать и о чем нужно подумать в последнюю очередь. И самые главные грабли, на которые наступают все демиургии – языки. Я встречал много товарищей, которые, замахиваясь на создание собственного лора, начинали продумывать языки для своих миров, аргументируя это тем, что это придаст миру больше аутентичности. И да, конечно, так-то оно так, но сперва подумайте, а потянете ли вы создание хотя бы одного языка в той мере, чтобы его можно было использовать, не задумываясь. Мне бы хотелось верить, что все мы лингвисты уровня Толкиена, но что-то мне подсказывает, что это не так. Языки – это сложные системы, которые развивались столько, сколько развивался и сам человек. Любой язык испытал на себе столько различных факторов, что и говорить страшно. Это сложные грамматические конструкции, обширная лексика, аномастика и многое-многое другое. При этом помните, что никто ваши языки учить не будет, и использовать их тоже никто не станет. Конечно, если вы хотите их проработать просто потому, что вам это нравится, в этом нет ничего плохого. Но не пытайтесь сделать это сразу в один присест. У вас это не выйдет. А выйдет бессвязная абракадабра, которую вы и сами забудете. Если вы хотите заняться разработкой языка, начните изучать лингвистику. Но что же делать? Ведь мне хочется показать игрокам, что они прибыли в незнакомую страну и не могут понять местного языка, спросите вы. Все очень просто. Говорите игрокам, что они банально не понимают, что говорят люди и что написано на вывесках. Можете придумать несколько слов, чтобы продемонстрировать, как этот язык звучит. Также можете придумать пару-тройку слов, чтобы обозначать географические объекты. Так, например, у меня в мире есть теврийский язык. Он абстрактный. Я не продумывал его. Но есть несколько слов, которые используются при наименовании чего-либо. И я знаю их перевод. Так, Анд – это вверх. Венд – это низ. Мунд – это течение реки. Киревен – жемчужина. Все эти слова используются в названиях городов, островов и прочего. Есть город Андмунд. Его название означает «город, находящийся вверху по течению реки». Вендмунд – соответственно, понимаете, о чем я, да? Само название Теврия слегка изменено на слово из другого языка и означает «военный форт», а словом Киревен назван самый крупный остров этого мира. Понимаете, к чему я веду? Не обязательно придумывать язык со всем обилием падежей и суффиксов и прочего, чтобы игроки почувствовали то, как он звучит. Поэтому уделите языку столько времени, чтобы хватило на более важные задачи. К разряду наименее важных относится и разработка родословных древ персонажей, в частности августейших. Поймите, что проработка всего огромного древа правителей империи – это очень неблагодарное занятие и мало кому интересное. Опять же, если вы хотите этим заниматься, никто не запрещает, но делайте это не в ущерб основным стержням проработки. Я советую придумать самого древнего предка или самого отличившегося персонажа, чтобы у игрока или читателя было представление, на чем держится преемственность власти и почему этот род правит. Затем проработал предыдущее поколение родственников и нынешнее. А уже потом, когда мир начнет расширяться, а вместе с этим расширяться и хронология, будет расширяться и генеалогическое древо. Если вы попытаетесь проработать всех родственников персонажа сразу, то поставите себя в ситуацию, когда при расширении собственного лора вы окажетесь в определенном историческом периоде и поймете, что по всем законам логики этого персонажа не может быть в том виде, в котором вы придумали его. И вам либо придется придумывать костыли, либо все это полностью переделывать, потому что начнется эффект домино. Говорю это на собственном опыте. И вообще, на самом деле, это мой главный совет. Не пытайтесь проработать все. Не берите целый пласт с мыслью, вот сейчас за вечерок я придумаю всю династию императоров, как Таргариенов каких-нибудь. Или сейчас-то я напишу целиком все священное писание для этой религии. Это гиблое дело. Вы просто погрязнете в этом как в болоте и не выберетесь оттуда. Поймите, что вы пытаетесь проработать целые века истории за пару часиков. Это физически невозможно. Игроки или читатели не будут сразу же бежать и узнавать, а вот кто был прапрадедом вот у этого персонажа, а у прапрадеда кто был дедом. Не будут они и просить у вас словарь вашего языка, не будут спрашивать какой курс у местной валюты и каким образом рассчитываются цены на прилавках магазинов. Игроки приходят в этот мир, чтобы интересно поиграть. Читатель приходит, чтобы прочитать интересную историю. Всякие фишки в виде проработанных элементов, именно что фишки. Они приятны, когда они есть. Но если у вас чего-то не будет, ничего страшного. Придумайте это позже, когда возникнет необходимость, свободное время и желание. Сконцентрируйтесь на том, что в первую очередь увидят те, для кого вы этот мир создаете. Это намного полезнее, чем сидеть в три часа ночи и придумывать, как же будет звучать слово Аксолотль на языке маленького островного племени, которое игроки не увидят в этой компании даже. Я понимаю, что иногда есть желание всем этим заниматься. Творческий запал заставляет иногда делать то, что совсем не нужно. Сам через это проходил, сам потом пробивал рукой лоб от того, что придумал все это заранее и вогнал себя в рамки. Сам создавал костыли. Это нормально, когда такое происходит. Это есть во всех мирах, если поискать. И к каждому миру можно прикопаться. Но чтобы таких костылей было поменьше, сосредоточьте силу на том, что есть здесь и сейчас. Что игроки увидят уже на ближайшей сессии. Что заинтересует их. И отталкиваясь от их интереса, продумывайте те элементы, которые их цепляют и которые вам самим приносят удовольствие. В следующем ролике мы поговорим о выборе исторического периода и о том, как тот или иной этап развития цивилизации влияет на ваш мир. А он будет влиять кардинально на то, как ваш мир будет развиваться. Что же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте, что у меня есть группа вконтакте, где я делюсь материалами о своем мире. А также делаю информационные посты о канале. Приходите на стримы. И всем до скорых встреч, друзья.